Короткая рабочая неделя подходит к концу и впереди трехдневный праздничный уикенд. Это дополнительная возможность для отдыха, встреч с семьей и друзьями. Но важно не забыть и о поздравлении защитников. Куда сходить, что посмотреть в эти выходные расскажем в рубрике Афиша. Празднование Дня защитника Отечества начнется 23 февраля с традиционного митинга у мемориала Родина-Мать. Здесь прозвучат поздравительные речи, пройдет церемония возложения цветов. Именно на этом месте можно особенно проникнуться духом праздника, а также поздравить своих защитников. Сегодня в картинной галерее открылась выставка «Художник года». Она проходит уже 26-й раз. В одном месте собрано 100 лучших работ номинантов конкурса. Победители уже определены, и на суд зрителей выставлены полотна ведущих творцов города. Посетить экспозицию можно до 4 апреля. В эти выходные картодром снова оживет. Здесь пройдут гонки. На этот раз участников ждет турнир памяти Олега Кухаренко. Торжественное открытие состоится в субботу. Сразу после него стартуют квалификационные заезды. Гул болидов будет слышен два дня. Итоги соревнований подведут в воскресенье. И снова наступает время хоккея. В этот уикенд на льду сойдутся игроки клубов «Челны» и «Юниор» из Кургана. И хотя соперник занимает предпоследнее место в турнирной таблице, челнинцам надо быть в полной боеготовности. Предыдущие игры с аутсайдером Лиги показали, что итог матчей непредсказуем. Челны находятся в середине списка и остро нуждаются в поддержке трибун.